Привет, ребята! Как у вас дела? Недавно я пересматривала свои старые видео и вспомнила, что ровно год назад я снимала вам видео, что в моей школьной сумке. И вот, прошел год. Конечно же, количество ненужных вещей в моей сумке не изменилось, но изменилась одна главная вещь. Я поступила в университет. Я решила показать вам, что теперь находится в моей сумке. Тем более, вы очень часто просили это сделать под прошлым видео. Так что, поехали! Думаю, стоит начать с того, что размер моей сумки очень сильно изменился. Она стала намного-намного меньше. Поверьте мне. Мне очень нравится то, что она такого небольшого размера и намного легче, чем моя предыдущая, потому что старая сумка была просто сама по себе безумно тяжелая, даже пустая. В нее помещается все самое необходимое, и я не вынуждена ходить с чемоданом. Первое, что я здесь вижу, это вот этот вот блокнот. В нем записаны все организационные моменты по поводу каких-то семинаров, лекций. Потому что в голове держать это все очень сложно. В заметках на телефоне они попросту теряются, потому что там постоянно обновляется информация. А блокнот, он каждый день со мной, он каждый день под рукой. И если мне что-то необходимо, я просто записываю, и я точно знаю, что я это не забуду. Далее, второй блокнот, это мой ежедневник. Я думаю, вы видели его с покупок. Честно вам скажу, с поступлением в университет мне перестало хватать 24 часа в сутки. И поверьте мне, совмещать учебу, свои хобби, здоровый сон не так-то уж и просто. Каждый день у меня должна быть какая-то расписанная программа, потому что когда вы мало спите, вы становитесь очень рассеянными, вы не понимаете, что, где и как. А именно вот такие вот вещи помогают организовать свой день и оставаться эффективным, несмотря на то, сколько вы спите, сколько вы кушаете, как вы себя чувствуете. У вас просто есть какое-то представление, что вам нужно успеть за день. Если вы ничего не успеваете, все время опаздываете, советы вам тоже организовывать свой день, это очень помогает. Планшет. Я думала, что в университет понадобится ноутбук и что это будет более удобнее, но на самом деле самый удобный вариант это маленький планшет. Здесь довольно-таки большой экран для того, чтобы читать информацию. Основное количество книг у меня в электронном виде. Этот планшет, в принципе, сам размером как книга. Он не занимает много места и в то же время может заменить мне настоящую книгу. Далее у меня несколько ручек. Честно говоря, по поводу канцелярии, поверьте мне, я просто каждое утро беру горсть ручек, кидаю в сумку и выбегаю на учебу. Забудьте все мои слова, что я сильно парилась по канцелярии. Сейчас это просто счастье, что я накажу одну ручку у себя в сумке. Духи. Меня очень многие спрашивали, почему я ношу именно большую баночку и не переливаю их в более маленькие емкости, и мой ответ очень прост. Я могу сделать это максимум один раз, потом мне просто кажется, что это лишняя трата времени или я просто не успеваю, я бросаю духи в сумку и с ними хожу, пока они не закончатся. Вот такой вот я человек. Далее, любимая часть всех девочек, набор косметики, как сделать вид, что я поспала больше, чем 2 часа. Первая это пудра, мне кажется, у всех девочек должна быть самая пудра, потому что если вы в университете находитесь больше 5-6 часов, на коже начинает появляться какой-то жирный блеск. Мне кажется, это обязательно вещь, которая должна быть в сумочке у каждой девочки. Красная помада. На самом деле, одной красной помадой вы можете сделать, в принципе, весь макияж. Вы можете нанести ее на щечки в виде румяна, вы можете нанести ее на губы. Можете даже слегка использовать как тени. Универсальная вещь, и она всегда со мной. И у меня в сумке розовый бальзам в виде инота. Еще один бальзам, это уже от L'Occitane. Мне безумно нравится, как пахнет их продукция, поэтому если вы никогда не пробовали, то настоятельно рекомендую сделать это. Airpods. Честно говоря, в университете, мне кажется, это незаменимая вещь. Никто даже не заподозрит, тем более если вы девочка с длинными волосами, как я, что вы где-то там далеко в своем мире, а не на самой лекции. Зарядка. Мне всегда хватает времени зарядить все дома, поэтому это тоже для меня обязательная вещь, без которой я не могу выйти на улицу. Пластырь. Я такой человек, который постоянно падает, царапается, ему что-то натирает, поэтому пластырь это уже незаменимая часть моей жизни, которая со мной может быть лет пять, и вот так вот мы вместе существуем. Расческа. Девочка с длинными волосами меня поймут. Сейчас в Киеве безумно ветрено, осень, дожди. Если я не буду расчесывать свои волосы, через несколько часов у меня на голове будет какая-то мочалка. Далее мой пропуск в университет и студенческий, ничего интересного, обычные две пластмассовые карточки, без которых вы, в принципе, не сможете попасть на саму учебу. Кредитная карточка и так далее. Что ж, на этом было все. Пишите в комментариях, носите ли вы какие-то странные вещи с собой в сумке, если да, то какие. Ну а я желаю вам хорошего дня, безумно люблю вас, и увидимся совсем-совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok